доброе утро у нас утро было не добрая ночь была просто одна из самых ужасных ночей моей жизни в больнице в тренице вчера я когда с вами попрощалась я пошла монтировать видео в спальне девочек потом вижу что тренинг проснулась и просто ничего она не плакала она просто смотрела в одну сторону немного швылилась и все да и не зашел это ненормально мы ее подняли она вот в одну сторону только смотрела и все никакой реакции кожа у меня начала типа знаете даже синей немного потом вдруг она на меня описывала без реакции обычно она бы плакала за это она не плакала и в общем мы испугались и сразу сразу не отложку анжелика за главное осталось дети уже правда спали уже было поздно мы приехали туда давай объяснять ситуацию нас сразу приняли это это не видно знаете в америке вне отложки можно сидеть часами нас немедленно приняли и сразу это самое комнату определили и сказали что у нее приступ в общем она дышать не могла сама плохо дышала в общем нас выгнали и начали ее откачивать потом потом нас отправили в другую больницу детскую больницу так что мне разрешили поехать вместе с ней не отложки в этой машине сиренами больше мы так испугались это это было ужас они и сунули трубку чтобы она машина за нее дышала потом это самое а у нее поднялась температура очень-очень высоко до 105 фаренгейт я не знаю сколько это 42 или сколько и из из-за температуры у нее был этот приступ и очень мы так пока и не знаем чего не температура уже прошла ночь но как видите она уже намного лучше себя чувствует начинает кушать начали думали что у нее в той больнице сказали что у нее пневмония в этой больнице сделали снимок сказали нет там сказали что типа у нее цистит здесь делали провели мочу говорят нету скорее всего это вирус что такое москва и провели на менанчайте с в общем нету его слава богу в общем ночь мы не спали и и короче пристали усыпили увидеть своего ребенка в таком состоянии это было просто страшно страшно очень страшно когда ребенок твой машина за него дышит и и она не в сознании это в общем это было страшно в общем сейчас она уже приходит пришла в себя у нее забрали трубку она прекрасно дышит сама у нее невысокая температура только 37,2 она начинает уже пить немного кушать в туалет ходила сама в общем мы приходим в себя до сих пор мы в больнице да я не пошел завтрак мне какую-то это самое купить мама уже приехала к детям в дом в общем она там теперь за главной в общем молитесь за нас скорее всего это какой-то вирус который они наверное даже и не знают какой ждут еще результатов но говорит эти результаты только на 20 вирусов а вирусов там тысячи и тысячи говорит что возможно даже не будем знать что за вирус у нее в общем вот такой у нас день вот наша комната кресло Дени в нем сидел я пыталась немного поспать толком я конечно не спала на той кушетке потому что Тринити пока у нее была эта машина у нее в горле она вечно пыталась ее срыгнуть или отрыгнуть она хочет все с себя снять все свои вот эти капельницы это ее расстраивает но нельзя пока в общем вот такая у нас палата камеру я не взяла все это на телефоне так что будет не то качество тут же у нее есть туалетная в общем вот и вот такое у нас еще хотела сказать вот в такой момент конечно то что у нас у детей хотя бы у детей есть государственная страховка это просто хоть знаете спокойствие дало нам что мы можем ехать не отложку использовать их сервисы и государство на это это покроет делал бы зарабатывал бы Денни немного больше денег это все было бы на нас а это очень очень дорого там только не отложка по-моему будет стоит больше трехсот долларов это нет это цены я вам говорю где-то за десять лет назад сейчас это может быть даже дороже а и тысячи тысячи в больнице то что бы они сделали это бы вышло нам в тысячи долларов слава Богу что у детей есть вот страховка и что мы даже ну Денни бы он бы и дважды не задумался он бы сразу ее провез в больницу это я вечно начинаю думать дурость и ого деньги а может все нормально это было не нормально так как она себя была вела мы бы могли ее потерять я слава Богу что Денни не такой как я и сразу мне ее это сам он сразу ее говорит все мы едем в больницу и мы уехали хорошо вот такой у нас гель в общем и в больнице только что они то есть недавно к нам приходил доктор и сказал что никакого никакого вируса они не могут найти они так и не знают почему Тренити у нее был приступ и она нас переведут в другую палату уже не NICU и там носики вот видите какие мы это после наркотиков которые ей давали я думаю она капризная и нас приведут в обыкновенную палату ее подключат голову и будут смотреть где-то 24 может 48 часов будут делать тесты она немножко покушала они ее уже сняли с капельницы но иголку до сих пор оставили если вдруг ей придется опять ее туда капать Денни пошел домой чтобы принести мне свежую одежду чтобы я могла принять душ здесь потому что вчера она описывала меня и я в общем я в этой одежде такой день вот вот это ванная комнаты я только что приняла душ тут окошко короче туалетное вот такой душ можно сидеть если вы в плохом состоянии можно вот такой душ можно вот такой душ в общем приличный такой размер тут дверь в общем удобство я наконец-то себя чувствую человеком ой как это выключать я понятия не имею итак нас перевели уже в другую комнату из интенсивной секции просто в нормальную больницу детскую фокус вот это уже коридоры видите они это самое более таких приятных цветов там вот дерево с птичками у нас тут есть раковина всякие ящики тринька хай итак я продолжаю вот тут такое кресло оно раскладывается если кто-то хочет спать на нем может спать диван я наверное на нем буду спать я снимаю и кто-то вечно заходит в общем вот это диван видно буду я на нем спать таком это мой вид с окна так сказать там фонтаны статуя в общем есть на что смотреть покажу ванную тут мне уже и шампунь дали и мыло и больше полотенцев и тут тоже вот душ и типа маленькая ванная ну в общем очень похоже на комнату которая была только это самое немножко немножко уютнее больше шкафчиков вот смотрите пока смотрит это самое шоу на ютубе я надеюсь что она сможет скоро заснуть мы должны принести нам ланч скоро может она что-то покушает венечка наконец-то заснула ой слава богу ко мне пришла ко мне пришла подруга ко мне пришла подруга принесла гостиницу и поддержала меня морально иришка моя пришла там печеньки всякие и конфетки ой никак не привыкну снимать фотоаппаратом мне надо бы поспать я конечно очень устала я толком не спала ни ночью ни днем я вот наконец-то уснула надо использовать это время Дэнни пошел домой в данный момент он будет приведет детей немного позже пока он не не будет будить пусть она еще поспит вначале и должен мне принести пару вещей также я заказала ужин к счастью порции здесь такие большие что хватает и тринити то что я заказываю тринити хватает для меня тоже вот например на ужин мы ели то есть на обед мы ели с ней жареную курочку с жареной картошкой суп томатный кукурузу и пирог на десерт и чай так что мы обе хорошо поели и я заказала тут лосося макароны и картошку так что будет что кушать в общем пойду пойду попробую поспать вот такая у меня постелька получается я убрала вот эти диванные подушки и в общем у меня получается такая кровать попробую поспать немного вот моя еда вот картошку я заказала пюре для себя рыбу лосось здесь у меня картофельный суп здесь макароны для тринити чай пирог также кракеры соль перец в общем все что надо пойду есть всем приятного аппетита кто ест итак приходил Дэнни с детьми и скалит очень по мне скучает и очень переживает за тринити знаете как вместе они ссорятся когда вот такое очень за нее скучает переживает где я ее так люблю в общем тринити проспала через весь их не визит это самое они здесь провели где-то полтора часа теперь уже ушли им надо готовить ланчи на завтра к школе а я буду пытаться спать опять хотя трудно спать ну как я отдыхаю но голову я не отключаюсь так что думаю больше снимать не буду желаю вам всего хорошего спокойной ночи до новых встреч и па-пай чтобы не было чтобы не было поливаться видимо Продолжение следует...